Добрый вечер. Что на самом деле несет русский мир миру? От начала полномасштабного вторжения в Украину многое стало понятным, однако на самом деле его истинные цели, методы, принципы не меняются уже много столетий. Русский мир всегда пытался уничтожить другие миры. Мы рассказываем об этом исторические факты. Несколько лет назад в архивах тайной полиции бывшей ГДР нашли любопытный документ. Удостоверение штази, выданное Владимиру Путину. Но ведь майор Путин в то время был сотрудником КГБ. Зачем ему понадобилась корочка восточно-германской спецслужбы, одной из самых жестоких и репрессивных машин того времени, которая была создана в феврале 1950-го, по образу и подобию старшего брата МГБ СССР? После воссоединения Германии многие архивы штази не успели уничтожить. Эти документы раскрыли миру многие грязные секреты Министерства госбезопасности ГДР. И вот вам исторические факты. Жизнь под колпаком штази, как работала тайная полиция восточной Германии. В архивах штази сохранилось 111 километров документов. Что помнят стены тайной тюрьмы штази? Если ты нарушал позу для сна, был такой звук. И тайная миссия в Дрездене Владимира Путина 80-х. Путин был сотрудником бюро по связям КГБ в Дрездене. Зачем майору КГБ Путину нужен был Ausweis штази? Ноябрь 89-го. В восточном Берлине неслыханные протесты. Всесильная партия уже ничего не может сделать. Берлинцы ломают стену, простоявшую 30 лет. Штази начало уничтожать документации еще за три дня до падения стены. Они понимали, что их ждет и как к ним относится народ. И так они собрали все важные документы и начали уничтожать. Мы в архиве бывшего министерства госбезопасности ГДР Штази. Это уничтоженное тайное досье на граждан. К счастью, порезать успели далеко не все. Мы собрали 16 тысяч мешков с документами. Их готовили к уничтожению. И часть из них мы реставрировали. 400 мешков – это примерно 1,8 миллионов страниц. Восстанавливали вручную на протяжении 10 лет. В архивах Штази сохранилось 111 километров документов. Только в этом хранилище их около шести. Для удобства в Германии была введена метрическая система учета документов спецслужб. Например, каждая полка в архиве по стандарту один метр. В архиве Штази чудом уцелел один очень особый документ. Это удостоверение майора КГБ Владимира Путина. Путин не скрывал, что служил в КГБ в Восточной Германии. Но откуда у него удостоверение Штази? Не был ли он двойным агентом? Путин был с августа 1985 по февраль 1990 года сотрудником бюро связи КГБ в Дрездене. Это бюро размещалось в нескольких десятках метров от офиса Штази. В 1978 году руководитель КГБ Юрий Андропов и шеф Штази Эрих Мильке подписали соглашение. С тех пор спецслужбы обменивались информацией, проводили совместные операции и вербовали граждан ГДР. Согласно соглашению, агенты КГБ, работающие в ГДР, могли сотрудничать со Штази и, конечно, беспрепятственно проходить в офис службы. Именно для этого Путину и сделали пропуск. Однако известно, что и такие аусвайсы делали далеко не каждому чекисту. Не в ГДР, кстати говоря, потому что мы по ГДР и не работали. Мы работали с территорией ГДР, по другим странам, как тогда говорили, главного противника. Какие задачи выполнял Путин? Фрау Ховерштад провела немало времени в архивах Штази, чтобы найти ответ на этот вопрос. Пока что документов, где речь идет именно о Путине и работе в КГБ, в Германии лишь несколько. Он, вероятно, получал информацию о Штази о том, что происходило на Западе от их информаторов. Еще его интересовали данные о военной инфраструктуре ФРГ, а также новые технологии западной промышленности. А еще Путин с помощью Штази наблюдал за политиками ФРГ и выстраивал шпионские сети. Возможно, он до сих пор их использует. Например, как в руководство «Газпрома» попал бывший канцлер Шрёдер. Госбезопасность ГДР имела самую большую базу данных фактически на всех. С 50-х годов Штази тщательно собирала досье на каждого восточного немца, в первую очередь читая личную переписку. Каждое письмо вскрывали, фотографировали, а затем незаметно заклеивали и отправляли адресату, который ни о чем не догадывался. Вот даже конверт сфотографировали. Это маленький негатив? Да, это специальный микроснимок. Вероятно, такое досье существовало и на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которая во время Холодной войны была активисткой Союза свободной немецкой молодежи, аналога советского комсомола. В Германской Демократической Республике Штази называли «красным гестапо», поскольку методы работы этой тайной полиции были соответствующими. Это кадры из учебного фильма «Школы Штази». Агенты устанавливают прослушку в квартире. Сегодня в архиве немало таких кассет. Эти кассеты нужно оцифровать. А какая на них информация? Это и частичные телефонные разговоры, и записи прослушки, и даже рабочие совещания в Министерстве госбезопасности. Вся восточная Германия была под колпаком. Каждый следил за каждым, и Штази видела всех. А те, кто попадал в группы риска, оказывались здесь, в специзоляторе. Во времена ГДР это здание обходили 10-й дорогой. Вокруг была промышленная зона. Это только сейчас все застроили, а саму тюрьму превратили в музей. В 81-м Петер Коуп захотел изменить свою жизнь и скрыться на западе. Меня сняли с поезда в Чехословакию, потому что я планировал выехать через Чехословакию в Венгрию, а потом в Австрию. В таком тесном автозаке он провел много часов, пока не узнал, он подозревается в тяжком преступлении. Пока шло следствие, люди находились в спецблоке. Именно в этот момент Штази применяла весь арсенал методов. От допросов, психологического давления, лишения сна и нередко подсаживала сокамерника, который на самом деле был информатором Штази. Да, была такая же деревянная кровать с матрасом, рядом находился стул, маленький стол, умывальник и туалет. Единственный вид общения — тюремный язык. Например, когда ты хотел спросить «ты кто?», это звучало бы так. Это буква «H». Это буква «О» и так далее, хотя это было строго запрещено. «Даже спать надо было в одном положении», вспоминает бывший узник специзолятора Штази Петер Коуп, лицом кверху, руки на одеяле. «Если ты нарушал позу для сна, был такой звук. Даже окно для еды специальное, чтобы заключенный не мог видеть лицо того, кто приносил обед. После обеда давали пить что-то похожее на молоко, но от него несло химией, потому что, наверное, там были какие-то препараты, чтобы мы чувствовали себя подавленными, после чего узника вызывали на допрос». Заключенный сидел на этом месте в отдельной комнате за решеткой, а следователь тщательно записывал все с помощью пишущей машинки. За всем этим стоял Эрих Мильке, министр госбезопасности, генерал армии, второй человек ГДР. «Откровенный просоветский коммунист, чьим идеалом был кровавый диктатор Сталин». «Похожая одежда, стиль и даже фобии». «У Эрих Мильке была реальная паранойя. Он сказал, все восточные немцы – это потенциальные враги, и он хотел знать все о людях восточной Германии». Штаб-квартира Штази находилась в этом здании. Апартаменты министра на третьем этаже. «Это, очевидно, кабинет секретаря». «Одиозный генерал Эрих Мильке руководил Штази несколько десятилетий. Он работал в этом кабинете, а обстановку специально не меняли. Вот его рабочий стол. Один из телефонов имел прямую связь с Москвой. Затем еще один кабинет и комната отдыха. Кровать, стол, телевизор и в каждом помещении обязательно телефон». В ноябре 89-го после падения Берлинской стены Мильке будет оправдываться. «Это неправда, я люблю людей». Но от шефа тайной полиции сначала открестятся однопартийцы, затем его арестуют. В это время майор КГБ с корочкой Штази Владимир Путин еще будет в ГДР. Об этом говорит последняя отметка в его удостоверении. «В Дрездене во время падения Берлинской стены и власти ГДР КГБ продолжал работать. Что они делали, неизвестно из архивов. Однако уже в феврале 90-го Путин возвращается в СССР». Вместе с КГБ Штази не гнушалась политическими убийствами, шпионскими играми, прежде всего в Западной Германии, а также организацией терактов для дестабилизации ситуации. У всесильной спецслужбы было более 160 тысяч доносчиков и сотни агентов и кротов в разных странах. Нет сомнений, эти списки со всеми наработками тайной полиции ГДР были эвакуированы в Москву, после чего бывшие агенты Штази стали работать на новых хозяев. День, когда в России закончился праздник демократии, и страна взяла курс к диктатуре. Это произошло 31 декабря 1999 года. В специальном телеобращении Борис Ельцин заявил, что уходит в отставку. Исполняющим обязанности президента России стал премьер-министр Владимир Путин. Операция ФСБ «Преемник» вошла в завершающую фазу. Как никому неизвестный Путин стал главным претендентом на трон? Мог ли Ельцин назначить другого преемника и о чем сожалел в конце жизни? Исторические факты от Александра Мельникова. Тайный государственный переворот по-русски. Невероятные факты о последних днях во власти Бориса Ельцина. Вполне серьезно обсуждался вопрос о его принудительном отстранении от власти. Кто на самом деле стоял за громким уходом? И действительно ли преемником Ельцина должен был стать Путин? Я укажу. Как в конце 90-х ФСБ захватывало власть в России? В России ФСБ это собственно и есть власть. Мы раскроем тайные страницы, которые в России до сих пор под грифом «секретно». Антигосударственный заговор. Он запомнился своим выступлением на танке во время ГКЧП. Тихо! Я оточитываю обращение. Расстрелом Белого дома во время мятежа оппозиции. Предвыборными плясками. Непопулярными реформами прозападной дипломатии и дружескими отношениями с Соединенными Штатами. В начале 90-х такой прорыв, эйфория, возможности построить новую страну. И вся команда Ельцина, она была ориентирована назад. Бориса Ельцина называли глотком демократии и либералом нового поколения. Он пришел к власти, когда рухнула империя. Впрочем, самый драматический этап истории России пришелся на его отставку с президентского поста. Я ухожу. Кто действительно помог первому президенту уйти? И не было ли это заговором, реваншем старых сил? Мы нашли, куда тянутся ниточки. И людей, знающих, как происходил дворцовый переворот под эгидой ФСБ. Я совершенно точно знаю, что в ряде офицерских структур, силовых структур, вообще возникали мысли о отстранении Ельцина от власти, скажем так, мягко. 1999 год, 31 декабря. За несколько часов до Нового года россиян будет ждать шокирующая информация. Ухожу. Вот так, вместо новогоднего поздравления, миллионы россиян услышали прощание тогда еще президента Бориса Ельцина. Его известное «Я ухожу» полностью изменит Россию. Но мало кто знает, что на самом деле предшествовало этому решению. Это Лубянка, главный офис бывшего КГБ, а после развала империи – ФСБ. Но в начале 90-х, после развала СССР, ФСБ начинает стремительно терять влияние и уважение. И не в последнюю очередь из-за прозападного реформатора Ельцина. Была четко сформирована такая психология неудачников, и которые жаждали реванша, которые видели, что они остались при Ельцине на обочине истории. Обещанную иллюстрацию власти Ельцин так и не завершит. В частности, и в рядах ФСБ. Тогда за стенами Лубянки начинают реализацию плана по возвращению власти и отстранению самого Ельцина. Вполне серьезно обсуждался вопрос о его принудительном отстранении от власти. И это была реальная угроза на тот момент. Уже в середине 90-х позиции президента Ельцина, как и его здоровье, серьезно пошатнулись. Первая чеченская война... Изнурительная вторая президентская кампания... А еще инфаркты и сложные операции на сердце. Именно тогда, в 96-м, в администрацию Ельцина будет внедрен Владимир Путин. Этот серый и неприметный бывший подполковник КГБ появляется в окружении президента неожиданно, словно агент под прикрытием. Сам Ельцин относился к ФСБ очень плохо. Как раз Путина он выбрал потому, что считал, что Путин будет продолжать службу ослаблять. Воспользоваться слабым здоровьем Ельцина решила и политическая верхушка, вспоминает Сергей Пугачев, близкий соратник Ельцина и один из тех, кто приведет Путина к власти. По сути, это был такой вот антигосударственный заговор, во главе которого стояло Примаков, Лучков, Скуратов. Это играет на руку Путину. Ельцин дает добро разобраться с ними. Появляется компромат на тогдашнего генерального прокурора Скуратова. Чиновник развлекается в бане с девушками легкого поведения. После этого карьера Путина идет в гору. Он становится секретарем совбеза Российской Федерации. Пройдя путь замруководителя ФСБ, поработав под администрацией, он имел доверие определенное от Ельцина и таким образом его выбрали как кандидат. По странному стечению обстоятельств именно в это время начинается вторжение боевиков под командованием Шамиля Басаева в Дагестан. Путин идет на очередное повышение, становится премьер-министром и выигрывает свою первую маленькую победоносную войну. В туалете поймаем и в сортире их замочим. Впрочем, Путина еще не видели полноценным преемником Ельцина. Но это скоро изменится. В сентябре 99-го года Россию сотрясли теракты. Взрывают жилые дома в Буйнакске, Москве и Волгодонске. По официальной версии нападающие карачаевские и дагестанские ваххабиты. На фоне борьбы с врагами государства популярность Путина резко идет вверх. И не в последнюю очередь благодаря поддержке со стороны спецслужб. Я думаю, что ФСБ была поставлена задача помочь раскрутить Путина на роль президента России. Это и победоносные всякие войны, это победоносные операции. Впрочем, план дал сбой. В Рязани жители дома замечают, как подозрительные люди ночью заносят странные мешки и вызывают милицию. Лежало три мешка, центральный был надрезан. В надрезе лежали часы электронные с уходящими внутрь проводами. В подвале находят мощное взрывчатое вещество гексоген. Подозрительных людей оперативно задерживают и оперативно отпускают. Ведь задержанные оказываются сотрудниками ФСБ. Во власти делают два противоположных заявления. Глава МВД говорит о предотвращении теракта. В то же время руководитель ФСБ Николай Патрушев опровергает своего же коллегу. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Это дело быстро замяли, но остальные взрывы стали поводом для ввода войск в Чечню. События могли быть инспирированы и организованы для как раз поднятия рейтинга Путина. Рейтинг Путина растет и растет. Впоследствии всплывает интересный факт. В 80-е Путин работал в 5-м управлении КГБ в Дрездене, которое вело борьбу с идеологическими диверсиями. Чем на самом деле занимался будущий президент России, рассказал Дитмар Клода, международный террорист того времени, который организовывал теракты в Западной Германии и получал деньги от КГБ. Были совершены нападения еще в 60-е, 70-е террористами, которые готовили КГБ шлифтинги. Это начиналось с КГБ, потому что КГБ это главная террористическая мировая организация. Клода рассказал, что Путин лично работал в этой программе, которую инициировал Советский Союз. То есть у Путина был опыт сотрудничества с террористами. Путин учился в высшей школе КГБ. Профессионально его учили, организовали в том числе и теракты. Неожиданно грязные методы ФСБ обличают подполковник этой службы Александр Литвиненко. Тогда его посадили в тюрьму, но он сумел уйти и спасти свою семью. Литвиненко с семьей сбежал в Британию, но российское руководство ему не простило. Беглеца убили, отравив радиоактивным полониям, который подмешали в чай его бывшие коллеги. Перед этим Литвиненко успел написать две книги, одна из которых «ФСБ взрывает Россию» имела эффект разорвавшейся бомбы. На тот момент, что ФСБ могло взорвать эти дома для того, чтобы Путин пришел к власти, нынешний президент, звучало очень страшно. Люди очень часто просто не могли в это поверить. Сейчас, к сожалению, или не знаю, к счастью, таких неверующих меньше. Но это не останавливает Путина. В 2000 году он уверенно побеждает на выборах президента России. Права и свободы. Это уникальная кинохроника того времени. Ее автор – кинорежиссер Виталий Манский. Скажи, дедушке, за кого голосовал? Путина! Ельцин следит за победой Путина дома, и Манский предлагает ему позвонить новому президенту и поздравить. Путин так и не ответил. Заполучив трон, он сразу показал, что Ельцин для него уже не важен. Не заставила себя ждать реакция нового хозяина Кремля и относительно оппонентов – тех, кто мог занять президентское кресло вместо Путина. Николай Аксененко – тогдашний министр путей сообщения, против которого было заведено уголовное дело. Путин не забыл, что Аксененко был его конкурентом. И в итоге довольно быстро с ним расправился. Путинская Россия сделала разворот на 180 градусов от демократии к диктатуре. А ФСБ снова стала сверхмощной структурой и возродила старые методы – провокации и заказные убийства. В России ФСБ – это, собственно, и есть власть. То есть спецслужбы контролируют все в России. После отставки Ельцин прожил еще более семи лет и умер в апреле 2007-го. С Путиным он встречался нечасто. По слухам, они поссорились. Ельцин говорил, что Путин ведет страну назад в СССР. Александр Мельников, исторические факты. В декабре 2017 года в Аргентину прилетел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. По официальной версии, там он проводил консультации по вопросам международной безопасности. Но, как оказалось, у Патрушева была еще одна секретная миссия. Один из близких друзей Путина должен был лично сопроводить особо ценный груз из Аргентины в Россию. Пока Патрушев изображал бурную официальную деятельность, из детской школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе вывезли 12 чемоданов и погрузили в правительственный ил, на котором в Аргентину прилетел секретарь Совбеза. В этих чемоданах находился кокаин. Точнее, мука, которой аргентинская полиция заменила наркотик, чтобы отследить всю цепочку наркотрафика. Тут и вскрылась схема, как Москва контролирует поставки наркотиков в Россию под видом дипломатического багажа. Вот вам факты годовщины этого громкого кокаинового дела. Наркомат иностранных дел России. Как в российском посольстве в Аргентине нашли кокаин? Запутанная история с кокаином. Неужели наркобизнес курируют российские спецслужбы? И как Кремль пытался погасить резонансный скандал? Шпионский блокбастер с кокаином начался в школе при российском посольстве в Аргентине. Грызть гранит науки в свое время молодежь призвал большевик Лев Троцкий. Но дети могли попробовать и что-нибудь другое. Если бы наткнулись на то, что находилось в подвалах научного учреждения. По официальной информации о подозрительной находке в декабре 16-го аргентинской полиции сообщил российский посол. В чемоданах нашли белый порошок. 389 килограммов кокаина. Аргентинские правоохранители заменили наркотик мукой и стали ловить преступников, так сказать, на живца. Ждать пришлось более года. В декабре 17-го груз наркодилеры отправили в Москву. Там их и взяли. Задержали троих человек. В самой Аргентине еще двоих. Стоимость этой партии около 50 миллионов евро. Вот представьте себе объем оборота кокаина в России. Мы накрыли международную группу, которая занималась наркотрафиком. Но самый главный вопрос, как почти полтонны элитного наркотика попали на территорию режимного объекта посольства России. Первый фигурант в этом деле – Али Абьянов, бывший бухгалтер посольства России в Аргентине. Именно в его чемоданах, как личный багаж, должен был перевозиться кокаин. У людей на местах есть определенный соблазн. Они хотят заработать. Бывший таможенник Владимир Орлов рассказывает, дипломаты других стран нередко грешат, зарабатывая на контрабанде. Но ведь задержанного Абьянова российский МИД быстро объявил бывшим сотрудникам посольства. Максим Миронов – российский профессор, живущий в Аргентине. Его дети учились в той самой школе при посольстве России, где обнаружили кокаин. Он не верит, что туда мог попасть экс-дипломат, по сути, чужой. Сурия МИДа, что мы ни при чем, все посольства ни при чем. Виноват там бывший бухгалтер, и то его уже уволили. Знаете, как это уже все, заднее слово, мы его уже уволили. В последствии становится ясно, что в схеме замешано гораздо больше людей. Аргентинская пресса обнародовала имена двух вероятных поддельников экс-бухгалтера российского посольства. Это еще один якобы бывший работник Александр Чикало и полицейский охранявший посольство Иван Близнюк. Оба – православные активисты в Аргентине, значатся руководителями фонда, который поддерживает РПЦ. Но духовные скрепы не удержали от греха. За русскими дипломатами полиция установила слежку и прослушку. Так вышли на еще одного предполагаемого сообщника. Я – помощник посла по безопасности. Олег Воробьев находился в посольстве Аргентины по линии ФСБ. Вот он на видео с антипутинской акцией возле посольства в Буэнос-Айресе. Начальник мне не медведь. У меня Путина. Через некоторое время задержанные раскололись и раскрыли схему наркотрафика. Оказывается, доставкой кокаина под видом дипломатической почты занимались уже 6 лет. Причем и через другие посольства России в Латинской Америке. Интересная деталь. Через три дня после того, как российский посол в Аргентине сообщил в полицию о наркотиках в школе, в России при загадочных обстоятельствах был убит Петр Польшаков. Это руководитель латиноамериканского отдела российского МИДа. Как оказалось, в МИД Польшаков перешел по линии ФСБ. Эксперты не исключают, что посол консультировался с ним перед тем, как выдать информацию о кокаине аргентинской полиции. Ключевым организатором наркотрафика оказался еще один русский Андрей Ковальчук. Его сдали все задержанные россияне. На суде Ковальчук представился бизнесменом. Но предприниматель Константин Лоскутников вспоминает, как ему представили Ковальчука приличные встречи. Несколько лет назад его привел ко мне в офис один высокопоставленный работник Газпрома Германии. И представил как полковника, руководителя спецслужб, который курирует или занимается посольствами и консульствами на территориях Европы, Азии, Латинской Америки. Впрочем, и это оказалось не последним ФСБшным следом в этом деле. Ожидание аргентинской полиции в ловле на живца дало результат. Да такое, о котором там точно не мечтали. Аргентинские оперативники зафиксировали, как кокаин вывезли из посольской школы, отвезли в аэропорт и начали грузить на борт российского самолета. Бортовой номер 96-023. Это судно специального летного отряда управления делами президента России. Оно перевозит первые лица страны. Буквально накануне кокаинового дела именно на этом самолете совершали зарубежные поездки тогда еще премьер-министр Медведев и главный дипломат Лавров. Но в декабре 2017-го в Аргентину на нем прилетел Николай Патрушев, бывший директор ФСБ, а ныне секретарь Совбеза России. Человек из самого ближнего круга Владимира Путина. Получается, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев причастен к контрабанде наркотиков и лично прилетел в Аргентину, чтобы забрать кокаин. Судя по всему, это схема, которая курируется на самом верху российскими чиновниками, которые предпочитают, чтобы об их существовании широкая общественность не знала. И это все, ну, похоже, завязано на спецслужбы. После того, как аргентинцы вскрыли российский наркотрафик, который курировали в ФСБ, Москва попыталась сделать хорошую мину при плохой игре. Там заявили, что операция была совместной, а чтобы все выглядело правдоподобно, погоревшим участникам схемы российский суд впаял от 13 до 18 лет. Вопрос, почему за кокаином прилетал друг Путина Патрушев, Кремль просто проигнорировал. Кокаин в чемоданах аргентинская полиция заменила мукой. Правда, позже выяснилось, что россиян вокруг пальца обвели и наркодилеры. Кокаин им подсунули очень разбавленный, эдаким левомизолом, средством от глистов. Клиентов не радует, зато избавляет от паразитов. Андрей Борис, исторические факты. Кровавые ванны из оленьих рогов. В прошлом году весь мир узнал о увлечении Путина этим видом нетрадиционной медицины. Хозяин Кремля регулярно погружается в ванную, наполненную экстрактом пантов. Это молодые рогал тайских моралов, которые срезают весной, когда они еще не успевают закостенеть и поэтому наполнены кровью животного. Путин верит, что вот эти кровавые ванны омолаживают кожу. Но хозяин Кремля пользуется не только экзотическими методами, ведь на него работают целые лаборатории, созданные еще при СССР. Как для кремлевских вождей там разрабатывали таблетки молодости, и на что готовы диктаторы, чтобы выглядеть вечно молодыми. Исторические факты от Александра Мельникова. Операция «Молодость». Как продлевают жизнь Путина и Лукашенко. На него работают два института геронтологии. Поиски эликсира бессмертия. Есть кремлевская таблетка. Тайны долголетия американских президентов. 120 – это уже не предел. И секретная лаборатория для омоложения Виктора Януковича. В Советском Союзе хоть и рассказывали по телевизору, что секса нет, но желание выглядеть красиво никто не отменял. Особенно среди партийной верхушки. Желающих подправить второй пролетарский подбородок или нос хватало. Да и здоровье советских лидеров часто подводило. Эликсир жизни, пилюли молодости – все это так жаждали получить советские вожди. Чтобы продлить свою власть, они готовы были создавать целые институты и засекреченные лаборатории. Наиболее активно среди лидеров технологии медлоголетия пользовался Леонид Брежнев. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Партийная верхушка была заинтересована как можно дольше сохранить его во власти. На территории бывших лагерей Колымы проводили сверхсекретные операции, в том числе на человеческом мозге, для того, чтобы как-то продлить человеческую жизнь высших партийных чиновников. Советские секретные лаборатории унаследовала Россия, и теперь они работают на этого человека. Ноу-хау, которые разрабатывались в том числе советскими медиками, они смогли поддерживать его здоровье максимально долго. Образ всегда молодого Путина активно использовала пропаганда. Это образ, который пришел с совкового времени, что лидер должен быть молодым, энергичным, всесильным. Он должен летать со стерхами, играть в хоккей. Это должно быть одно лицо, которому надо кланяться. И это в пенсионном возрасте. Похоже, без волшебной пилюли здесь не обошлось. Как вы себя чувствуете? Как у вас дела? Не дождетесь. Пластический хирург Дмитрий Слоссар говорит, Путин – настоящий рекордсмен по изменению внешности. Вот он в 2009-м. А это 10 лет спустя. Разница налицо. Здесь есть ботокс для того, чтобы разгладить морщины. Была проведена в свое время операция по коррекции носа и выровнен подбородок. Российский диктатор прибегает и к нетрадиционным методам оздоровления. У Путина есть серьезные проблемы со спиной. Для лечения он посещает, в частности, на Алтае каких-то знахарей, владеющих методиками альтернативной медицины. Под особым наблюдением еще и питание ВВП. Бывший шеф-повар Кремля эксклюзивно открывает некоторые тайны. Понятно, что с годами человек-то уже не молодеет. Есть и хронические заболевания. Тогда идет предупреждающая диета. Есть слабости и у нынешних руководителей. Владимир Владимирович очень любит мороженое. Не отставать от Путина пытается и Лукашенко. И не зря с ним всегда рядом молодые девушки. Вот он с мисс Беларусь. А вот с молодой студенткой. Вот так белорусский диктатор приучал к здоровому питанию любителя Путина Стивена Сигала. Кушай на здоровье. Это очень полезно. И лицемерно беспокоился за народ. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Правда, такой образ не только работа умелых маркетологов. За здоровьем Лукашенко следит целая армия врачей и ученых. На него работают два института геронтологии, которые занимаются в принципе проблемами его здоровья. Наш эксперт, пластический хирург, увидел руку коллег на лице Лукашенко. Изменения формы век могут съездить в такой щадящей методике по подтяжке нижних век. Ну, немножко гиалуронной кислоты. Президент Беглец Янукович тоже пытался молодиться. Даже к алтайским шаманам ездил. Наверное, Путин подсадил. Тайные поездки Януковича вспоминает бывший глава его избирательного штаба Тарас Черновол. А еще экс-гарант любил оздоровиться нетрадиционно. Была еще одна оздоровительная практика. В одном из номеров было записано Янукович и две точки девушки. Он надеялся, что когда у него будет много активного секса с очень молодыми девушками, что это ему поможет. Ну, наверное, где-то читал историю о Ким Ирсене. Такой рецепт омоложения у диктаторов Северной Кореи существовал издавна. Для тамошних вождей созданы даже специальные ансамбли, где отобранные девушки могут не только спеть. Но не шаманы. Единственное, держали форме Януковича. Весь комплекс Межигорье, где он жил, создавался для комфорта и продления жизни. Он сам мне показывал пасеку, которая у него была. И пол этого здания, это крыши этих ульев. И ты всю ночь спишь сверху над пчелами. Атмосфера, говорят, это что-то невероятное. А это один из самых дорогих и секретных объектов, так называемая лаборатория Януковича. Это уникальная лаборатория по тем временам была. Ведь в Украине таких не было. Даже в мире единицы. Примерно оценивали 8 миллионов долларов. Здесь проверяли все, что ел, пил и чем дышал Янукович. Это прибор, контролирующий воздух по микробиологическим показателям. Мониторинг воздуха обязателен. А этот корпус окрестили домом наслаждений. Свой отдельный СПА-комплекс с полным погружением в удовольствие. В центре жизни Януковича была не государственная власть, даже не деньги, а ощущение, что он может бесконтрольно, бесконечно и беспрепятственно отдаваться тому, что у него называлось наслаждение. Наслаждение можно было получить в одном из десятков кабинетов, оборудованных по последнему слову техники. Была здесь своя криосауна. Под азотом подавалась минусовая температура до минус 170 градусов. Ее еще называют омолаживающей. Омолаживаться Янукович любил и в такой тайской комнате. Говорят, даже было две тайки здесь. Отдельно делали массаж. Может, и какие-то другие услуги оказывали. Среди самых интересных вещей в СПА-салоне Виктора Януковича вот такая кислородная камера. Всего полчаса здесь заменяют полноценный сон. Говорят, что подобное было даже у короля поп-музыки Майкла Джексона. Как только после бегства все это у Януковича исчезло, сразу изменилась и его внешность. Это он до побега. А это после. Похвастаться своим крепким здоровьем легко могут практически все американские президенты. Исследователи Зеленойского университета сочли, что американские президенты имеют необычно продолжительную жизнь. И это при их напряженной работе. Фактически все президенты США жили далеко за 70, за 80. И несколько их было, которые перевалили за 90. Роналд Рейган, если не ошибаюсь, жил до 96 лет. Средний возраст лидеров США к моменту инаугурации обычно достигает 55 лет. Лечащий врач выписал Трампу вот такое заключение о состоянии его здоровья, где провозгласил его, наверное, самым здоровым кандидатом в президенты за всю историю США. Но, похоже, дело не только в хорошей генетике. Там Барак Обама активно прибегал к разным методикам омоложения, как естественным, так и не совсем. Речь идет о сверхсовременных разработках американских ученых. На нужды медиков, которые занимаются вопросами долголетия, выделяется целый огромный бюджет. И действительно работают целые научно-исследовательские институты. Все новое, что появляется, сразу становится предметом закрытых каких-то технологий. А эти технологии позволяют значительно продлить жизнь. И это уже не фантастика, а реальное будущее. Есть лекарства уже для долголетия, что 120 – это уже не предел. Это как энергетические технологии. Популярным среди президентов остаются и пластические операции. Хирург Слоссер сравнивает фотографии бывшего президента США Дональда Трампа. За эти 10 лет не изменился. То есть как будто его там держат где-то в морозильнике. Здоровье, долголетие, омоложение. Борьба за это никогда не останавливается. Президенты и диктаторы тратят огромные деньги, чтобы продлить себе жизнь и молодость. Александр Мельников. Исторические факты. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok